Всем привет, друзья! С вами Олеся и на этом канале я худею с веса 100 килограмм, мне 44 года. И по воскресеньям у меня всегда было видео с отчетом прогресс моего похудения. Также до этого, какой-то период времени, я снимала видео про прогресс моего лечения депрессии. Сегодня будет такое... Я вообще, если честно, не очень хотела сегодня ничего снимать. Настроение у меня паршивое из-за всего того, что происходит. Из-за того, что происходит, у меня паршивое настроение. И я, если честно, ну, я сейчас ничего нигде не пущу, и я слежу только за новостями и нехорошо себя чувствую всю эту неделю. Но я решила, что так как я сама сейчас ищу привычную какую-то информацию, привычный контент для того, чтобы... Не только новости читаю, но ищу островок безопасности, да, что-то, что меня успокоит. Я подумала, что, возможно, для некоторых из вас такое видео будет полезным. В общем, в этом видео будет апдейт по моему весу. Я расскажу про своё состояние в этой стрессовой ситуации. И также некоторые советы психологов, что делать, чтобы не потерять лицо во всей этой катастрофе, которая сейчас происходит. Что делать, чтобы справиться с тревогой. Что делать, чтобы справиться со стрессом и не скатиться в депрессию. Так, ну что, поехали. Сразу расскажу немножко про свой вес. Что у меня сейчас с весом происходит. Ещё на прошлой неделе, когда начали появляться разные данные, что возможны военные действия, что этот контингент, который находится в Беларуси, он может не уйти. Привет-привет. Что может начаться военное действие в Украине. Я уже тогда начинала испытывать большую тревогу. Эти данные подносились здесь, в Европе, в виде предупреждений от разведки США. И мне становилось страшно, потому что часть моей семьи находится в Беларуси. Мой сын находится в Беларуси. Моя мама, моя сестра и её дети находятся в Беларуси. В непосредственной близости от границ с Украиной. Я начинала чувствовать тревогу. Но, то есть у меня уже стал нарушаться сон. И я уже чувствовала себя хуже и хуже. Но на тот момент я ещё держалась. Не скажу, что диеты. Я худею без диеты. Я худею довольно простым способом. Стараюсь контролировать своё переедание. Веду дневник питания. То есть стараюсь питаться осознанно. Уже в эти дни у меня начинала расти тревожность. И 24-го числа, когда всё-таки эти действия начались, у меня не то что срыв, но я стала чувствовать себя очень-очень плохо. И я стала искать зону комфорта. Для меня переедание, даже без аппетита. Это моя зона комфорта, которая помогает мне справиться со стрессом. В результате, что касается веса. Ну, я как-то ела сладкое. Хотя вот уже за более чем месяц похудения я уже фактически от него отказалась. Мне его не хочется. Но в данной ситуации по привычке, по старой привычке из предыдущих лет, мне стало хотеться чего-то сладкого в качестве комфорта. То есть я не получала от него ни удовольствия, ни наслаждения. Он не закрывал вот эту мою потребность в безопасности. Но я всё равно по привычке выпивала, чего-нибудь съедала, чего-нибудь сладкое. Как результат? На сегодняшний день мой вес составляет 96 килограммов, что на 500 грамм больше, чем неделю назад. И это на самом деле не самый худший вариант, могло быть гораздо и хуже. То есть я за эту неделю не похудела, а мой лишний вес отвоевал 500 граммов обратно. Но на сегодняшний день я уже как бы, ну не то, что мне стало хорошо, да, но я нашла какую-то точку опоры, чтобы удержаться, да, чтобы двигаться дальше. Дальше, ну, точку опоры нашла, да, тут как бы сейчас у меня не идёт речь о похудении, речь идёт в данном случае о стабилизации моего психологического состояния. Потому что если я стабильна, то я контролирую своё питание, я контролирую свой вес. Если я нестабильна в этом плане, то я начинаю скатываться в стресс, в депрессию обратно. То есть у меня происходит отскок обратно в депрессию. Давайте расскажу сейчас про своё состояние, а потом поговорим про советы психологов о том, что делать сейчас в данной ситуации. Потому что я так понимаю, что не только мне плохо, страшно, стрессово, а на самом деле огромному количеству людей по разные стороны баррикад. Итак, что я чувствую? Я себе кое-что записала, потому что мысли на самом деле очень путаются. И зафиксировать что-то и вспомнить потом, что я хотела сказать, очень сложно. Итак, что я чувствую? Вот эти последние дни. Я подавлена. Я не нахожусь в центре событий, я очень далеко от них, я в безопасности. Но при этом я очень плохо себя чувствую. Потому что многие мои близкие, многие мои друзья и знакомые находятся сейчас под обстрелами. Близко к трагическим событиям. Мне безумно жалко всех, кто каким-то образом оказался причастен к тому, что происходит как в Украине, как в России, как в Беларуси. Потому что не должны умирать люди сегодня, в 2022, не должны люди умирать. То есть ни солдаты, ни мирные люди, никто не должен умирать. Никто не должен умирать. Жизнь – это самая-самая большая ценность. У меня позиция простая. Нет войне. Никто не должен умирать. Что у меня происходит в моем состоянии на сегодняшний день? У меня вернулись, я нахожусь в большом стрессе, и у меня вернулись симптомы, которые преследовали меня во время депрессии. Значит, во-первых, тревога, проблемы со сном, проблемы с дыханием. То есть первые дни, когда все это началось, у меня началась такая нехватка воздуха. Я не могу вздохнуть, я не могу толком выдохнуть. Мне не хватает воздуха. Спутанные мысли, общая заторможенность какая-то, подавленность. У меня началось кровотечение из носа, но я думаю, что, может быть, это проблемы с давлением, когда я очень сильно переживаю, когда я не досыпаю, у меня начинаются вот такие вот симптомы. Их не было уже лет пять, но вот сейчас, на этой неделе, у меня снова это возобновилось. Возможно, это давление, не знаю. Чувство потерянности. Я не понимаю, что делать. Я чувствую себя потерянной, растерянной, и вообще дезориентированность какая-то в пространстве. Беспомощность, страх, гнев, злость, ужас, стыд, вина. Я парализована. Все эти симптомы мне уже знакомы. Я ощущала такое же более трех лет назад, когда погиб мой брат. И это было очень похоже, такое ватное состояние. Также я ощущала подобные симптомы, когда в Белоруссии осенью очень близкий мне человек был арестован за подписку на телеграм-каналы. И сидел несколько дней, он был в заключении несколько дней, ни за что. И я тогда испытывала те же симптомы, я тогда снова скатывалась в стресс и в депрессию. На самом деле я последние несколько месяцев очень много работала над собой, работала с психологом для того, чтобы справиться с этим состоянием. И кто следит за моим видео, вы могли проследить, что я сначала, когда поняла свой диагноз, когда мне поставили диагноз депрессия, то я сначала несколько месяцев выбиралась из этого состояния, я очень много над этим работала. И мне получилось, мне это удалось, я фактически уже с этим справилась. Но вот такие вот ситуации, как сейчас, они выбивают меня из колеи и снова меня загоняют обратно. Мне сейчас очень плохо, но как бы мне не было плохо, я прекрасно осознаю, что те люди, которые находятся под обстрелами, те люди, которые не знают, где находятся их близкие, военнослужащие, да, те люди, которые находятся в непосредственной близи от трагических событий, им сейчас гораздо хуже и страшнее, чем мне. Я не знаю, чем я могу помочь в данной ситуации, но нам всем нужно ощущение комфорта, нам всем нужен островок безопасности. И для этого я хочу зачитать советы психологов, что нужно делать в данной ситуации. Для того, чтобы попробовать найти точку опоры. Вот эти советы я прочитала в инстаграм, в инстаграм-аккаунте психолога Федосеева Мария. Я оставлю на неё ссылку. Я раньше никогда не видела этого психолога. Это девчонки и подписчицы прислали мне её советы, и я вот хочу поделиться этими советами. Я оставлю ссылку прямо на этот пост. О том, что делать в текущей ситуации. Первое. Правды мы не узнаем никогда, все врут. Поэтому ограничьте восприятие информационного потока и постарайтесь в нём не утонуть. Просто проверяйте сводку по 15 минут в день, если вам это очень нужно. Не ныряйте в комментарии, берегите своё эмоциональное состояние. Второе. Не вступайте в ругань и в переписку. Вы потеряете свою энергию. Информационная среда будет паразитировать на вашем эмоциональном состоянии и питаться им. Не позволяйте. Третье. Не отождествляйте себя с государством и его решениями. Нет общего мнения. Нет никакого «мы» – «вы». Не берите на себя вину. От вас хотят информационного противодействия. Не поддавайтесь. Задача пропаганды – пугать. И это работает с обеих сторон. Не залипайте на новостях. Не обсуждайте ситуацию бесконечно со всеми подряд. Четвёртое. Подготовиться невозможно. Впадать в панику, скупать продукты в магазине, сходить с ума – совершенно бесполезно. Самый ценный ресурс сейчас – это ваше состояние и ваша собранность. Способность ясно мыслить, принимать решения в условиях неопределённости – это гарантия выживания. Пятое. Продолжайте заниматься своими обычными делами. Не бросайте своё дело. Не выпадайте из естественного хода вещей. Это возвращает состояние контроля. Шестое. Возьмите лист бумаги и напишите, что вы можете сейчас контролировать в своей жизни. Это убережёт от панических атак. Это вернёт способность к действию. Седьмое. Если вы остаётесь нужным человеком для общества, обладаете знаниями и навыками, способностями и здравым смыслом, вы никогда не останетесь без средств к существованию даже в условиях кризиса, неизбежного экономического спада и падения биржи. Восьмое. Лучшей поддержкой для близких будет сохранение дистанции и спокойствия в текущей ситуации. Вам достаточно сил для этого. Девятое. Сосредоточьтесь на том, что даёт вам энергию. Исследуйте этому. Не паникуйте о будущем, а думайте о будущем. Давайте поддержку в форме добрых, приятных слов. Направляйте силы на соседание. В чём миссия вашего дня сегодня? Десятое. Не пугайтесь чужой ненависти и не поддавайте ей. Это такие были простые советы от психолога, как сохранить лицо в данной ситуации. И коротко расскажу, что делаю лично я сейчас, чтобы справиться с депрессией, чтобы справиться с этими симптомами, которые на меня навалились. В общем, что я делаю? Я, во-первых, стараюсь спать. То есть вечером я отключаю интернет и просто ложусь спать. Я стараюсь всех уложить вовремя, потому что для меня наличие достаточного сна – это критично. Если я буду не высыпаться, то тогда я всё, я уплываю. Первые дни были очень тяжёлыми. Сегодня я чувствую себе больше сил. Второе, что я делаю, я насильно вывожу себя на улицу на прогулку. Я иду гуляю с дочкой, я иду гуляю сама просто. Иду к морю для того, чтобы просто как вырваться из этого информационного кокона, потому что когда я нахожусь дома, я без конца проверяю новости, и они все ужасные. Поэтому, в общем, видите, у меня пытаются мысли, мне очень тяжело их формулировать на самом деле. В общем, для того, чтобы не сойти с ума, я насильно, даже если я не хочу, я одеваюсь, собираюсь и выхожу на прогулку. Я стараюсь концентрироваться на том, что я в данный момент нахожусь в безопасности, что в данный момент мои близкие в безопасности, я стараюсь концентрироваться на простых маленьких вещах, которые я делаю ежедневно и продолжаю их делать. То есть все то же самое, я продолжаю готовить еду, ходить в магазин и стараюсь концентрироваться на этом. Я стараюсь заставлять себя дышать, чувствовать этот свежий воздух, который я вдыхаю. Что еще сделала? Я дала себе перерыв в похудении, потому что для меня сейчас ощущение комфорта и безопасности, оно гораздо важнее, и, как я уже сказала раньше, вкусная, обильная еда – это то, что дает мне это ощущение, и поэтому я стараюсь заботиться о своем деле теле в этом плане, да, я просто пытаюсь себя кормить. За вот этот вот период, в который я с вами худею, у меня уже закрепились некоторые полезные привычки, поэтому я чувствую, когда мне нужно остановиться, и насильно не пихаю в себя еду, но я ем сейчас гораздо меньше, чем до похудения. Но, тем не менее, я позволяю себе какие-то вещи, которые, допустим, на прошлой неделе я бы сказала, «Олеся, давай мы с тобой поговорим и договоримся, ты вроде бы собралась пить чай со сладким, может быть, мы заменим это чем-то другим, да?» То есть какие-то вот вещи, которые я не позволяла себе на прошлой неделе, на этой неделе я позволяю. То есть я съела там немного шоколада, я съела это пирожное, которое у меня лежало в холодильнике, которое я обещала себе съесть в весе 95 килограмм. К сожалению, это дало плюс в весе, но моё психологическое комфортное состояние для меня сейчас гораздо важнее. Что я ещё делаю? Я много обнимаюсь со своими близкими, и я всем вам советую, подойдите лишний раз, обнимите ребёнка, обнимите мужа, обнимите друга. Нам всем нужно сейчас дарить и получать тепло и поддержку, чувствовать, что мы рядом, что мы есть. И ещё я рисую и играю с детьми и смотрю с ними фильмы. Вот что я делаю сейчас для того, чтобы справиться с этим стрессом. Возможно, я говорила в этом видео немножко сбивчиво, но я надеюсь, что я смогла донести то, что думала. В общем, я не останавливаю похудение, но на этой неделе для меня, как, впрочем, и для многих вас, гораздо важнее психологическое состояние, чтобы мы не впадали в уныние, не впадали в депрессию, чтобы мы чувствовали себя как можно более спокойно и комфортно, насколько вообще это возможно. Я хочу сделать такой краткий итог, как справляться психологически с этой ситуацией. Во-первых, не нужно отрицать ситуацию, вокруг действительно происходит катастрофа. Во-вторых, даже если вы не находитесь в зоне боевых действий, если вы находитесь в относительной безопасности, то нужно отслеживать своё состояние, отслеживать своё психологическое и физическое состояние и при необходимости сразу же обращаться за помощью. Обращаться за помощью к своим близким, обращаться за помощью к психологам. Есть горячие линии, куда можно позвонить, если вам очень-очень плохо. Обращайтесь за помощью. В-третьих, нужно максимально придерживаться своего режима и делать простые действия, которые раньше в нормальной жизни составляли ваш режим, составляли ваш досуг. Продолжайте выполнять простые действия, из которых состоит нормальная обычная жизнь. В-четвертых, нужно очень трепетно относиться сейчас к нашему окружению, к нашим близким. Даже если их позиция отличается от вашей, то все равно будьте очень к ним внимательны, потому что любое неосторожное слово сейчас может разорвать ценные связи, разрушить семьи. А когда человек один без поддержки, то это еще хуже. И пятое, что сейчас можно делать, это искать свою точку опоры. Для каждого человека она своя, она в различных действиях, в различных вещах. Ищите свою точку опоры. Нужно не поддаваться попыткам нас всех разделить, сопротивляться этому. И если вы нашли свою точку опоры, то поделитесь своей опорой с другими. Дайте поддержку тем, кому она сейчас необходима. На этом я буду видео заканчивать. Я надеюсь, что эти советы психолога, которые я зачитала, будут вам полезны. Мои советы, может быть, будут кому-то полезны. Я не перестала худеть. Просто несколько дней я психологически не могла вести дневник и считать все калории. Надеюсь, что к следующему воскресенью я к этому вернусь и снова буду это делать. А сейчас я просто хочу вас всех поддержать. Всех, кому сейчас плохо, кому страшно. Я шлю вам любви. Я шлю вам тепла. Увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, Атути. Спасибо.